25 февраля 2006 года в Одинцово открылся первый русский ресторан «Славянская трапеза». И сегодня мы отправились в ресторан, чтобы узнать, какими были эти 10 лет и какие задачи ставит перед собой руководство ресторана в юбилейный год. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, узнаете много интересного. Здравствуйте, Виктория. Добрый день, Мария. Рада вас видеть. Виктория, расскажите, как родилась идея открыть в Одинцово ресторан «Славянская кухня»? Мы с супругом давно мечтали об открытии своего небольшого ресторанчика. Идея создания именно русского ресторана пришла тогда, когда мы поняли, что в Одинцово нет достойных ресторанов русской кухни. Восточные есть, европейские есть, а настоящего русского ресторана нет. Негде жителям города отведать настоящую русскую кухню. Это не совсем в чистом виде ресторан, это гораздо более широкое понятие. То есть вы сюда вплели, добавили еще некоторые направления в работе. Расскажите о них. Да, на самом деле нам хотелось, чтобы гости наши чувствовали себя здесь как дома. Чтобы это было не только место, где они могут вкусно поесть, а чтобы им было очень комфортно, чтобы они могли почитать интересные сведения из истории русской кухни. Чтобы они могли ознакомиться с какими-то необычными изделиями наших предков и современных мастеров декоративно-прикладного искусства. Чтобы они смогли оценить все прелести русского гостеприимства. То есть получился это не просто ресторан, а настоящий культурный центр и именно культура и традиции русского народа. Совершенно верно. Ну хочется взглянуть, я знаю, что совсем недавно ресторан открылся после полного обновления, можно сказать, капитального ремонта. И хочется, конечно, посмотреть, что у вас получилось и что же увидят и видят ваши гости. Буду рада вам все рассказать. Пойдемте. Ну рассказывайте. Ой, как у вас красиво. Очень красиво, очень-очень совсем. Ну не скажу, что прям он кардинально изменился, конечно же. Нет формы основные, да, эти сводчатые такие потолки. Они, конечно же, палаты, палаты самые настоящие, царские палаты остались. Рассказывайте, что изменили. Мы поменяли мебель, сделали ее более мягкой и комфортной для наших гостей, поменяли цвет стен, хотя росписи восстанавливали нам те же художники, которые 10 лет назад их расписывали, семейство Споповых, за что им огромное спасибо. Мы поменяли цвет скатерти, посчитали, что все-таки в настоящем ресторане должны быть белоснежные скатерти, чтобы гости наши видели чистоту и аккуратность нашего ресторана. Почему был выбран именно синий цвет стен? Нет такого объяснения, почему синий цвет стен. Просто хотелось чего-то кардинально другого, нового, свежего, чистого. Поэтому синий. В этом зале сколько на сегодняшний момент может с комфортом разместиться гостей? На сегодняшний день, если мы говорим только о зале, то где-то 60 гостей мы будем рады видеть на мероприятии. Но можно разместить и больше, если летом, конечно же, больше гостей помещается. Ну, получается, зал всем оборудован, есть сцена, работают, естественно, ведущие, музыканты, артисты. Каждую пятницу и субботу мы приглашаем наших гостей на музыкальные программы. По пятницам это уникальный проект нашего ресторана «Антикараоке» с Петром Матрёничевым. «Песни под баян», когда поем всем вместе с гостями, с музыкантами. Это действительно уникальная программа, нет нигде аналогов ее. Гости, если хотят, могут почитать эту информацию на нашем сайте. Там есть и тексты песен выложены, и какие-то фотографии с этих мероприятий. А по субботам это танцы. Танцуем вместе с нашими музыкантами, танцуем все вместе. На эти программы нужно приобретать как-то дополнительно билеты или просто приходим вечером? Во сколько начинается программа? Программа начинается в 7 вечера, но достаточно просто позвонить и забронировать столик. И все, и наслаждаться уже традиционной русской залифанской музыкой. Музыкой, да, и кухней в том числе. Что немаловажно. Хочется посмотреть дальше. Я знаю, что нам разожгли камин. Да, так и есть. Есть, я так понимаю, в центре зала стоит большой стол, который несколько отличается от того, что мы видели раньше, да. Такой вот прям царский стол. Царский стол для большой компании. Вы можете сюда прийти в любое время. За ним удобно и побеседовать, и пообщаться, и покушать вкусно, отведать блюда русской кухни. То есть такая-то отдельная немножко зона. Немножко зона отдельная. Хотелось зал разделить на две зоны, чтобы было более комфортно нашим гостям. Выделить этот центр нашего ресторана. И у нас получается небольшой зал справа, да, если мы говорим сейчас от меня, и большие палаты слева. Я увидела на стенах очень красивое панно. Они были с самого начала, да, с самого открытия ресторана. Да, 10 лет назад художник из Донецка Сергей Попов, резчик, изготовил для нас эти работы панно на тему жизни славян. 10 лет они здесь, приехали они из Донецка, рассказывают нам о темах жизни и быта славян. Например, здесь свадьба. А на втором панно что изображено? На втором панно гуляния, праздничные гуляния. Ну то есть то, что и происходит практически каждый день в ресторане «Славянская трапеза». И то, о чем мы говорили в самом начале, что все-таки это в первую очередь не ресторан в классическом его понимании, а это культурный центр. И об этом свидетельствуют те концерты, те программы, те проекты, которые запущены, которые уже работают. Уже работают, еще будут работать. Кроме того, работы современных мастеров, в том числе и этого мастера, который изготавливал нам панно, вы можете сегодня увидеть в холле. Если гости захотят, могут приобрести себе в качестве сувениров, себе или своим друзьям. И оставить на память еще частичку ресторана. Вы занимаетесь тем, что помогаете продвигаться и художникам, и народным ремесленникам, кому действительно сегодня достаточно тяжело. Тем более, что так получилось, исторически сложилось, что у нас представлены работы всех донецких художников из Донбасса. И художники по резьбе по дереву, и роспись стен, и работы фарфоровой миниатюры, ручной работы. Это все наши мастера из Донецка. Какие праздники могут здесь отмечать ваши гости? Мы будем рады видеть наших гостей по любым поводам. Свадьбы мы очень рады видеть. Предлагаем нашим гостям на свадьбу молодоженам встретить их с Караваем, которым выготавливают наши мастера. Приглашаем их в зал, проводим обряды старинные русские, которые помогают нам проводить музыканты из Одинцова. И других городов России. Также мы очень рады гостям на юбилеи, на новогодние корпоративы, на детские праздники. Для детей уносить особые подарки. Например, сундук с сокровищами, который их ожидает в холле. Детское меню. И на Новый год, новогодняя елка, откуда они могут полакомиться конфетками и мандаринками. То есть всех ждем на корпоративе, на празднование Нового года. И я даже знаю, что если семье или группе какой-то компании не хочется выбираться в новогоднюю ночь в ресторан, ну вот так вот лень, хочется в домашней обстановке посидеть за круглым столом, но не хочется при всем при этом стоять у плиты и готовить, то вы тоже можете прийти на помощь в этом случае. Совершенно верно. Мы позаботились о тех людях, которые любят этот праздник проводить в семейном кругу, возле домашнего очага. Мы предоставляем такую услугу, я знаю, что эта услуга тоже уникальна. В основном рестораны приглашают к себе на территорию отметить Новый год. Мы же готовы приехать к нашим гостям сами, привезти им те блюда, которые им сложно или вообще не хотелось бы готовить, чтобы они больше времени посвятили своим родным, близким, а мы же займемся их новогодним праздничным столом. Прямо к столу будут доставлены и поданы все блюда. Да, все пожелания наших гостей, кулебяки, растягай, пироги двенадцатислойные, рыбы фаршированные, индейки, бараньи, телячьи ноги. Все это мы можем привезти. Не только в новогодние праздники. То есть, если вы хотите получить блюда от шеф-повара или как-то удивить своих гостей, ну, не обязательно стоять целый день. Да, не готовьте, готовясь к празднику. Это вот мудрые слова. Мне кажется, нужно обязательно нашим телезрителям взять это на заметку. Нужно уделить лучше времени себе и своей семье и отдохнуть. Правда, лишние пять минут. Чем стоять из плиты? Прежде чем мы перейдем к обсуждению вашего просто уникального, потрясающего меню и, конечно же, к дегустации некоторых блюд, я этого очень хочу, очень хочу уже к этому приступить, но, тем не менее, мы должны еще кое о чем поговорить. Все-таки 2016 год не совсем обычный для вас год. Это для вас юбилейный год. Ресторану исполнится 10 лет. 10 лет назад открылся такой уникальный ресторан в нашем городе. Расскажите, как вы будете встречать свой юбилей? Какие сюрпризы, подарки, конечно же, приготовили в первую очередь для своих гостей? 10 лет были разными, порой совсем нелегкими. Кроме того, за эти 10 лет был период, когда ресторан менял владельца, собственника. Опыт оказался, к сожалению, неудачным. И в сентябре этого года мы снова вернулись. Поэтому 10 лет будем отмечать особенно. Готовим огромное количество подарков, призов, новых блюд. Так что приходите, пожалуйста. Будем рады видеть всех гостей в конце февраля 2016 года. С удовольствием придем, отпразднуем вместе с вами. А сейчас, я думаю, пришло время познакомиться с вашим меню. Тем более, уже о нем наслышанное. Я думаю, что наши телезрители просто уже в предвкушении хотят все увидеть. Ну, жаль, что, конечно, не попробуете. Но я все попробую и вам все расскажу, насколько это вкусно. Давайте попробуем. Буду рада вас угостить. Прошу за стол. Спасибо. Итак, мы перешли к самой вкусной части нашей программы. Мы присели за прекрасный стол у прекрасного камина. Взяли в руки просто потрясающее меню. Оно на самом деле как произведение искусства. Можете посмотреть, здесь каждая страница. Это картина, где указаны и описания праздников традиционных русских. И, конечно же, очень интересные названия блюд. Необычные, славянские слова, использованные Виктория. Хочется, конечно же, узнать об этом подробнее. Это сразу так задумывалось, что меню тоже будет очень такое интересное и необычное. Да, это как раз одна из изюминок нашего ресторана. Задумывалось это изначально. Нам хотелось, чтобы гость, читая описание блюд, которые он может отведать в нашем ресторане, чтобы он уже представлял себе, как это будет прекрасно выглядеть. Кроме того, после заказа, чтобы у него была возможность почитать информацию о наших православных праздниках, о том, как наши предки встречали Рождество, Масленицу и так далее. У нас здесь находится прекрасный камин. И я так понимаю, что это не просто деталь интерьера, далеко нет. Здесь наверняка готовятся блюда. И прямо, наверное, мясо на вертеле. Это вот как раз-таки то, что... Это именно так, как звучит, так и выглядит, так и есть на самом деле. Наши гости имеют возможность не просто насладиться огнем камина, а могут приготовить там блюдо, могут увидеть, как это готовят наши повары или наши повара нашего ресторана. Могут и сами попробовать свои силы, кулинарного мастерства, приготовить блюдо на огне. У нас на столе представлены несколько видов закусок, самых разных. Это, ну, конечно же, соленья, ну как же без них. Обязательно хрустящая капустка, огурчики, маринованные баклажаны и чесночок. Конечно же, мясная тарелочка и пирожки. Я так понимаю, что все это вы закупаете или готовится здесь? Нет, все эти блюда приготовлены поварами нашего ресторана. И соленье, и выпечка, и мясная нарезка – все это работа наших мастеров кулинарного искусства. То есть и сало, и буженина, и язык – это все делают повара? Да, совершенно верно. Мы очень трепетно относимся к нашей кухне, и очень внимательно следим за выбором продукции, из которой будут поданы блюда нашим гостям. И поэтому все, что вы можете отведать в ресторане «Славянская трапеза», приготовлено нашими поварами. И, наверное, у вас особый подход и работа с поставщиками продуктов, которые вы используете для приготовления блюд, ведь они должны быть не только экологически чистыми, но в первую очередь, конечно же, вкусными, чтобы действительно они передавали дух времени и соответствовали заявленной кухне. Совершенно верно. Десять лет мы работаем с одними и теми же фермерами, большими заготовительными организациями. Конечно же, мы держим в строжайшем секрете имена этих производителей, но всегда могут наши гости прийти и отведать их продукцию в нашем ресторане. Все-таки ресторанов с чисто русской кухней единицы. Как вы собирали рецепты, как подбирали меню? Ведь это же то, на чем все строится. Ведь нужно не просто удивить гостей вкусной едой, да, но в первую очередь действительно их удивить, чтобы они отведали просто что-то потрясающее и никогда ранее ими не испробовано. Совершенно верно. Прежде чем открыть ресторан, мы два года собирали разные рецепты из старинных поваренных книг, которые передались нам по наследству от наших прабабушек, из истории, из каких-то удивительных мест, в которых мы побывали и удалось нам попробовать что-то необычное. Это продолжается 10 лет. Мы каждый год добавляем какое-то блюдо, стараемся найти что-нибудь новое, выискиваем в исторических документах необычные блюда. Например, котлетки пожарские у нас появились после нашего посещения супругом города Торжка. Считается, что Пушкин очень любил эти котлетки. Мы искали их описание в его произведениях, искали очень долго настоящую историческую рецептуру. Но, слава Богу, нам это удалось, и сегодня мы гордимся этим блюдом. Это не просто громкое название ресторана «Славянская кухня». Это так и есть, и над каждым рецептом, над каждым блюдом работает целая команда людей. Конечно же, вы в первую очередь. Я знаю, что вы очень сильно увлекаетесь историей, традициями, обычаями русского народа. И все, что, конечно же, присутствует в ресторане, то, что гости видят и пробуют на столах, приходя к вам в ресторан «Славянская трапеза», это все в том числе и ваше круг дело, Виктория. Да, совершенно верно. Да, я действительно все время продолжаем сбор материалов. И всегда есть что-то интересное. Самый сложный вопрос – на чем конкретно остановиться? Что же выбрать, чтобы нашим гостям это можно было сегодня в современном мире преподнести? Чтобы не удивить их совершенно непонятным сегодня вкусом, и чтобы это могло прижиться и стать любимым блюдом? Виктория, я увидела в меню устрицы. А как устрицы-то появились в меню русского ресторана? Расскажите об этом. На самом деле, это тоже очень интересная история. Мой супруг очень любит устрицы. И все время мне говорил, что вот, Вика, обязательно должна быть устрица в меню. Я говорю, Саша, ну это невозможно сделать, это ведь не русское блюдо. Он тогда взял исторические документы и начал читать. И оказалось, что действительно с царских времен был специальный вагон-холодильник, который раз в неделю доставлял к царскому столу устрицы. Ну вот, отсюда и выросло. Мы решили, что в нашем ресторане тоже так должно быть. Хорошая традиция, давайте ее сохранять. Теперь каждые два раза в неделю к вашему вниманию предлагаются свежайшие устрицы. По каким дням? Два раза в неделю? Просто я бы хотела озвучить для наших телезрителей, потому что я думаю, что это их заинтересует. Вторник и четверг. Приходите, пожалуйста, на свежайшие устрицы. Виктория, у меня была возможность выбора. Я нашла в меню интересное блюдо судака, но необычного. Мне бы хотелось его попробовать, и я знаю, что нам его прям буквально вот через минутку принесут. И хотелось бы, конечно же, познакомиться с шеф-поваром ресторана, с тем, кто создает, по чьим руководствам создается вся эта красота. Я представляю вам нашего шеф-повара Александра. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Что вы нам принесли? Хочу вам предложить ассорти из колбас от нас. В основном подается эта прекрасная закуска с фермерским пивом, продающимся в нашем ресторане. Александр, прокомментируйте это блюдо, которое я выбрала. Это филе судака азовского, приготовленное в картофельной корочке, подается с соусом из рыбы и маслины. Спасибо, Виктория, за интересную экскурсию к ресторану «Славянская трапеза», за дегустацию просто фантастически вкусных блюд. Мне все очень и очень понравилось. Спасибо огромное, Мария, вам, уважаемые гости и жители города Одинцова. Ждем вас в ресторане «Славянская трапеза». Это была программа «Реальные кадры». Всего вам доброго и до свидания. Славянская трапеза Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова